итак привет дорогие друзья я нахожусь на очередной диагностике значит пригласили меня видите вот дом такая интересная технология сейчас вам буду рассказывать потому что знакомить сам впервые сталкиваюсь мне интересно итак смотрите вот такой домик у нас получается симпатичный на бетонных сваях значит и такая технология двойной брус если кто сталкивался или с этой технологией технологии пишите в комментариях что можете сказать вот получается такой строганый видите брус как бы называется с одной стороны с другой и внутри часть засыпается ну в нашем случае эковаты то есть все эти стены ведь внешне вот просыпаны эковаты вот не знаю что это как это себя идет сейчас я буду заходить я посмотрю все тепловизором цель моя визита что людей настораживает ну один из вопросов то что сыреют стропильные балки ноги которые выходят из мансардной крыши и значит уличная часть их увлажняется мокреет это понятно это быстро объяснимо не герметично там есть теплопотери таскать тепло проникает встречается с холодом естественно производится конденсат увлажнения и по мансардным окнам и по крыше там есть вопрос подвигается в доме тепло ну 13-15 градусов в доме у нас на полу стяжка теплые полы сейчас я вам покажу вот как они проходят здесь оставлен кухонный стол по центру как раз дети вот сантехнические вода выходит канализация вот полу видно проходит трубы везде отопление но ребят по углам по углам есть вопросы по углам особенно вот сопряжение с полом углы такие намерзание перепад очень большой перепад вы посмотрите 17 допустим вот курсор против 6 это очень много и таких мест практически вот эти все места углы очень все про промерзает и так и по этим есть вопросы скажем здесь например клееный брус профилированный по мне так мне кажется выгодно выгодную сторону отличается чем эта технология или может я ошибаюсь или или может я ошибаюсь может от рук зависит а вот я и нашел мембрану которые давая на свет кровли используется здесь стоит это у нас что рекламная пауза заспан а им у нас ребят на кровли с этим понятно будем подниматься наверх уже кое-какая информация есть здесь как любой мансардный этаж здесь немножко теплее потому что в доме второй свет тепло суда поднимается при влажных работах для для влаги здесь достаточно мест куда заходить хоть стыки вроде бы проклеили это вот ребят типичные заплатки при значит монтаже какого ты делаешь их здесь цельών перекрыт фанта который бы остаётся quiet и хотя она Soldier поднималась полосу массажа вот если вы чтоWAY вот тут поднимается да получается czyli 1 2 3 4 5 наверное здесь есть одно да такие 6 и здесь должно быть 7 7 окон все они раскрыты видите про изоляцию кто-то раскрыл так значит так непонятно почему не сформировали значит проем окна прям как раз по раме сделали такие зазоры вам сейчас я хочу пирог посмотреть вот здесь более-менее раскрыт вот здесь уже пытались сформировать ведь подвинуть сделать проем под окно ведь окна факра и здесь они уже тут в комплектации факра дается такой утеплитель зазор заделать все но видите вот отверстие есть прям холод туда идет так вот здесь утепляли утеплителем обычно то здесь к науф утепляли 150 потом идет пароизоляция потом потом а вот это вот уже и кого-то видеть это все очень пылить не буду вот эта прослойка и заковато получается вот такой бутерброд 15 к науфа где-то сантиметров 10 или 15 суда задувалась и кого-то потом это все вот так вот заворачивали и пристреливали без проклейки пристреливали сюда вот среди от степлера ведь кроме вот друзья чего я не люблю это когда вставлять мансардные окна уже в готовую крышу а здесь их много здесь 7 окон и что произошло когда делали влажные работы и что произошло когда делали влажные работы естественно это все мансардные окна потекли начали капать приехали окончики которые вставляли эти окна увидели капающий конденсат соответственно говорит у вас нет вентиляции так нет заказчики говорят вот это вскрывали значит вывалился в этот утеплитель который здесь был под утеплён вот и каждое окна там приоткрыли сейчас покажу даже видно следы видите от конденсата даже видно следы вот они сейчас уже как бы просох дом что сейчас сделать я спросил заказчика если договор с этой компании или кто устанавливал обязательно надо сюда ребят пригласить пускай сделают как положено откосы все проклеить все стыки и должно нормализоваться никакой не конденсат не вентиляция здесь ни при чем значит да при влажных работах стыке не были проклеены по раме только бы скобками от степлера пристрелены естественно влага туда зашла но это все надо обязательно восстановить проклеить откосы сделать герметично завершить свою работу дырки там есть вот я вижу вот скотчем они разрывы значит хоть и заклеили но работу нужно свою закончить по конденсату я проверил сейчас пирог там намокание нет в принципе вентиляция есть рейка есть конденсировать там не должно единственно влажные работы вроде как законченные основные осталось там плитка санузлы единственно нужно разобраться с этими откосами все это утеплить все проклеить и так все нормально и соответственно люди которые их беспокоят балки выходят на улицу там есть сырость намокание тоже отработать вот эту зону сопряжение стен и стропил все качественно утеплить пропенить чтобы тепло не покидала помещение и так на этом все заканчиваю свою диагностику спасибо что смотрите нас с вами был мороз алексей компания кровь монтаж пока